У нас в гостях Гоша Куценко! Гош, привет! Привет, добро утра! Бодрый, свежий, неуставший вообще, отдохнувший, розвенькие щечки, горящие глазки. Вот как выглядит Гоша Куценко обычно перед премьерой фильма. Правильно? Да. Да, собрался. Гош, ну с наступающей тебе. Спасибо большое. С наступающей премьеры, но хочется в первых строках поздравить с тем событием, которое случилось в октябре месяце, в конце. Заслуженный артист России получил, Гош, такое почетное звание. И, конечно, теперь он, пожалуйста, в магазинах без очереди за колбасой. Да ему колбасу на дом теперь приносит. У гаишника почетная уважуха. Я заслуженный артист. Чувствуешь себя, нет? Заслуженно. Мы на съемочной площадке, там снимались в одном кино, но все пришли и говорят, ого, мы думали, что ты народный, а так, оказывается, заслуженный. Меня, наоборот, понизили в звании, получается, так. Нет, я счастлив, конечно. Жалко, родители мы не застали это праздничное событие. А так, ну, конечно, это чудесно. Мне нравится, по-моему. Ну, льготы есть какие-то, нет? Слушайте, давайте попробуем убрать скепсис и вот эту иронию. Ну, реально, человек говорит, мы не заслужены, а заслуженный артист России. Здорово. Ну, правда, поздравляем. Прикольно на гримерке будет написано. Я уже ручкой дописался. Выцарапал, выцарапал. Все-таки есть момент тщеславия небольшого. Есть, конечно. Если бы меня сделали таким, такому званию представили. Не сделали, он сам сделался. Ну, кстати, да, сам довелся. Дорогие друзья, у нас в гостях заслуженный артист России, и Гоша Куценко. Российской Федерации, я попросил бы. Продолжаем. Продолжаем разговор. Ну, и теперь ближе к тому событию, которое случится уже завтра. Курьер из рая, премьера фильма, где Гоша играет одну из главных ролей. Yes. Yes. Ну, на самом деле, это уже вроде как премьера состоялась. Ну, в Алексе надо было премьера. В Алексе. Предпремьерный показ, да? Нет, это был премьерный показ. В Москве премьера не будет. Это было принципиально. И я не знаю, честно. В Москве сразу прокат начнется. Да, светлая голова какая-то придумала. Что лучше народное кино показать там, где для народа, и там, где его снимали. Мне кажется, это хорошая идея. Потому что московские премьеры, чего греха таит, их столько. Или это должно быть... Их столько, что их не замечают. Это должно быть специфическое кино какое-то, особое кино. А это кино зрительское. Чего? Приют одна и та же публика, одни и те же журналисты, фуршет, все смотрят на часы. Я забыла, все смотрят только на часы. И едут в караоке потом. Давай заедем, отчерк. Даже в караоке не помню. Слушай, а в Алексею это стало событием, наверное, каким-то. Это круто. С учетом того, что там Дома культуры, по-моему, даже нет. Есть там единственное, что есть Дома культуры. А нет, там кинотеатра нет. Нет кинотеатра, конечно. И оборудовали за неделю шикарный Дома культуры. Обустроили его красиво, сделали какие-то интермедийные аттракционы. И такая атмосфера была, как будто это реально было первое кино. И люди, на самом деле, публика, я видел, перешел весь Алексин. В Москву приехали друзья. Но все волновались, что картина будет слабая. Знаете, как бывает? Долго ехали, а потом нужно что-то изображать с лицом. А люди в Алексина не умеют изображать лицом, вы понимаете? И поэтому они очень волновались. И когда картина пошла хорошо, я прям видел, как слева сидели журналисты, они были поспокойнее. А публика Алексинская, молодежь и постарше прям все обрадовались. Хорошее кино получилось. Для меня это вообще картина... Знаете, я же понимаю, что у меня сейчас еще что-то выйдет. Мне нужно будет какие-то слова опять говорить. Да, ты выбирай. Эта картина особая, она для меня, наверное, существенно того, у кого я играл, милиционера. Смотри, так ты и не хочешь говорить, что ты полицейский, все-таки ты милиционер. Он милиционер. Полицейский меня вообще раздражает и бесит, это с детства. С детства? Полюция какая-то, полицейский. Я не могу это воспринимать. Мы с детства издевались над полицией, гордились нашим милицией. Как я буду менять свои убеждения? Нет, нифига. Знаете, для меня вот эта роль, когда я сыграл антикиллер, вот началось на заре молодости своей, еще раньше была «Мама не горюй», и я никак не мог совместить эти два персонажа. Вот здесь я их удачно совместил, вы знаете. Да, и получился такой живой милиционер, который знает, что такое будни, знает, что такое... Ты такой праздники тоже, кстати, знает. Да, знает, что такое праздники. И пытается их совместить также. Гош, ну вот скажи, раскрой тайну. Ведь изначально режиссер не собирался давать тебе эту роль. Изначально же там тебе другой персонаж предназначался. Да, меня пригласили, я не помню, на какую роль попробовать. Миша Хлебородов, друг мой старый, мы параграф снимали, мы дружим. В 78-м году. Да, 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 в 78-м году. И вот примерно так, мы дружим, и поэтому... Сигеран 43. Он позвал меня, он сказал, что у меня нет для тебя ролей, у меня молодые артисты все. Я говорил, Мишенька, конечно, ты только не нервничай. Я все время так с ним работаю, говорю, я все сделаю, только не нервничай. Он говорит, ну сыграй, говорит, да, попробуй. Говорит, ну ладно, это ты сыграешь. А мы здесь ищем молодого артиста, главную роль, подбросим и текст. Я говорю, конечно, Миша, давай. Я подбросил. Он говорит, послушай, сейчас еще один придет. Я говорю, подбросил, да. Я так 4 часа просидел. Поподбрасывал. Я говорю, только не волнуйся. И мы прощались. А потом он звонил через неделю, говорит, слушай, странно, но продюсерам-то очень понравилось. Ребят не взяли, а продюсерам-то очень понравилось. Ну так случилось. Слушай, а вот вы с Хлебородом действительно уже не первый раз работаете, вы друзья. А ты имеешь моральное право ему отказать? Он тебе позвонил и сказал, что пошли мне сниматься. Я не хочу. Миша нет. Нет, Миша не могу. Даже если фильм плохой, ну простите, сейчас вот не Хлебородову скажу. Миша не может быть плохого фильма. Может быть плохой сценарий, но из него получается хороший фильм. Хлебородов нет. Этот человек, как бы, он живет кино, он такой, он как бы, он сам кино. Он снимает, он действительно может сделать из чего-либо конфетное изделие. А если сценарий еще душевный. Вот в этом проекте, кстати, сценарий, вы знаете, был, он был очень интересный, прописанный, кивиновский. Я снимался в кино у Андрея не раз. Сейчас выйдет картина, которую мы сняли 6 лет назад, которая лежала на полке. Первый раз в моей жизни была такая история. Был кризис, псевдоним для героя, Бетон называется она. Еще поговорим через пару месяцев о ней, дай бог. А это был такой сценарий, я был удивлен, что вообще кто-то взялся за такое кино, потому что оно позитивное, там позитивный герой. Там нет практически ничего вот такого. Понятно. Дорогие друзья, у нас в гостях милиционер Егор Глазунов, и мы продолжим беседу буквально через несколько минут. Немножко Виагра еще никому не мешала. Итак, друзья, продолжаем разговор у нас в гостях, напомню, Гоша Куценко. И тебе тоже. Гоша Куценко, говорим про фильм «Курьер из рая», который завтра выходит в прокат. Завтра четверг, премьерный день, и вот очередная новинка в российском прокате. В главной роли Гоши Куценко. Не в главной из главных сценарий, но персонаж такой самый интересный. Дмитрий Дюжев. Кстати, давай вот в двух словах, наверное, все-таки скажем, о чем фильм. Ну не то, что прям о чем фильм, но основной канву для того, чтобы люди, которые вот сейчас впервые о нем слышат, не видели трейлера, не читали там никаких превью, понимали. Потому что по названию это представляется сам, понимаешь, «Курьер из рая». Господи боже мой. Не будут только не «Курьеры из израиля». Картина о молодом герое, о хорошем светлом парне и о истории, которая приключилась с ним и с его автомобилем. Приехал в провинциальный город. Там он ищет уже свой автомобиль. У него появилась красивая машина, машина его мечты, ее украли. Картина очень хорошо социально отзывчивая. Мы уезжаем, я играю, кстати, приходится сыграть и следователя следственного комитета. И следственный комитет за базар отвечает. Вот это самая такая актуальная, наверное, реплика в картине. Ее хорошо принимали. Она вообще социально отзывчивая. Мы выводим наружу всех воров и преступников. Слушай, ну вот вообще я читаю. Правда побеждает. Картина о родине. Гоголевский ревизор превращается в историю новой России. То есть вы сюда даже гоголевский ревизор... Ну мы едем под чужим именем. Нас принимают за других людей. Точнее мы выдаем себе за других людей. Для того, чтобы спасти ситуацию и вывести на чистую воду. Для того, чтобы правда восторжествовала. Сейчас единственный способ вытащить правду наружу, это сделать вид, что... Это немножко наврать самому, что-нибудь придумать, да? Ну да, да, да. Слушай, а ты вот играешь такого хорошего парня. Я нехорошего. При том сам в интервью... Российского нормального, я бы даже сказал. В интервью заявляешь, что обычно про хороших парней, нормальных парней кино снимать неинтересно. Не я играю хорошего парня. Женя играет главный герой. Нет, так он вообще ангел, если уж на то пошло. Я нехороший. Почему? Я такой, я... Ну ты нормальный, как в жизни. Ну да. Ну где-то хороший, где-то плохой. Где-то пробка, где-то ее нет. Ну вот так где-то. Пять баллов на дорогах я такой. Да. Я, кстати, к вам очень быстро доехал с Мосфильевской за 20 минут. Было свободное... Мы старались. Да. Ну ты, наверное, форму просто взял из фильма. Да. Надел и поехал. С палочкой. Без пробок. Понятно. Доводилось рисковать собственной жизнью во время съемок? Мы слышали, что Яуза переплывала. С желудком. Из ковалы я объелся сосисок. Два дня снимали. Ужасно. Огурцы жрал. И на последней сцене у нас... Там был такой кадр красивый. Мы уезжаем на мост. И к нам не могли подойти ни реквизитора, ничего. И нас затарили продуктами. Мы в последней сцене... Я пью водку и ем огурцы. И нам загрузили настоящую водку. И дубль задумывается. А три часа не могли к нам подойти. И мы сидели... Держали оборону. Вам было хорошо то, что к вам не могли подойти? Нам было очень хорошо. Последняя сцена моя любимая. Четная. А что, вы один дубль снимали? Только три часа убился, да? Нет, 20 дублей снимали. Но к нам не могли подойти. Потому что это был состав. Мы стояли на мосту. И к нам заблокировано. Снимались вертолеты. И поэтому мы сидели. Реквизит быстро кончился. Тот с водой. А я говорю, Жень, что мы сидим? Вот же все есть. И мы снимали, веселились. Там видно в картине. Там так и нужно. Все на видеорегистратор снимали. После этого он заслуженного артиста получил. Боже мой, как играет! Вот это да! Слушай, если бы за это получали звание, я был бы уже артистом галактики. А вот тот случай, о котором все говорят, что все-таки в Яузе пришлось окунуться. Было дело. Там все очень далеко от идеального состояния. Как экология. В реке. Ничего после этого там какие-нибудь мурашки. Они там по коже не бегают. Но я потом употреблял напиток годом Мирамистину. И внутрь, и снаружи. Да нет, там страшно, конечно. Не рекомендую. Лучше пойти и сходить на концерт Баскова, чем искупаться. То есть все-таки лучше? А Стас и Михайловы, если так сравнивают? Я не касаюсь этой фамилии. Понятно. Сори. Слушай, еще немножечко по поводу экстрима. Значит, съемки вообще в Олексине проходили? В Олексине. Москва, Олексин. Ну и подводные съемки Яузы. Подводные съемки на Яузе. Боже мой. А там вообще, конечно, ужас, наверное, творится над ней. Я так представляю. Там же целые города. Там никто не знает. Там не рассмотреть. Там невозможно рассмотреть. Не жили вы где-то во время съемок в каком-то бывшем пионерском лагере? Там, где снимался посторонний... Комедия строгого режима. Да, не... А, добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать по тройной лодке, не считая собаки. Там же снимался. Намоленное же киноместо вообще получается. Я приехал, когда в лагерь нас опрометчиво поселили там сначала часть группы. Я первое, что зашел, я увидел Дюжева, который возвышался, возле 500 пионеров. И он раздавал, медленно раздавал с улыбкой автографы. Я прошел мимо, говорит, давно стоишь? Он говорит, два часа. И я там прятался, а было смешно. Я как-то просыпаюсь в 8 утра и чувствую, что это не то. Чувствую, что за мной кто-то подсматривает. Я в окно гляжу и обалдел. Все проемы стоят, очень много воспитанных пионеров, и они молчат. Представляешь, они меня не будили, они стоят в 7 утра. Просто сопели рядом. Да, рядом стоят. Праздник почетный караул. Друзья, у нас Гоша Куценко в гостях. Продолжаем разговор. Еще раз всем доброе утро. Идем навстречу «Курьеру из рая». Завтра премьера. Беседуем с заслуженным артистом Российской Федерации Гошей Куценко. И переходим к нашей любимой форме допроса. Блиц-опрос. Гош, в общем, мы задаем быстрый вопрос. Ты, по возможности, быстрый ответ даешь. Темы самые разные, темы самые разные. В общем, давай раскручивайся. Итак, любимый вид транспорта. Самолет, поезд, автомобиль, пароход? Пароход. И с вами смешно. Гош, смог бы в реальности работать полицейским или милиционером? Конечно. Замок бы, конечно. Ну не внешность, внешность, посмотри какая. Прям вылитый. Так сказать, по поводу внешности. Генералом я бы, руководителем. Хотел бы что-то своей внешности изменить? Или ты считаешь, что ты идеал? Идеален, конечно. Замашли, ну что? Зачем что-то менять в идеале, да? Гош, какую историческую личность мечтаешь сыграть? Чингисханом. Ничего себе. Я не буду готов к этому вопросу. Портретное сходство, да. Вот сейчас пишу сценарий. Слушай, кстати, да. Я думаю, как будто ты мне все равно напоминаешь. Пишем, да. Пишем сценарий. Чингисхану хотим сделать. Ты уже забронировал главную роль себе, да? Да, Чингисхан основатель всей Руси. Как ты сам формулируешь свое амплуа как актера? Певец. Хорошо. А нервничает ли? Неудавшийся певец, а? Певец нервничает на съемочной площадке? Да, и все это чувствуют. И окружающие это ощущают на себе. Достается им, да? Да нет, я лоялен на самом деле. Это мое любимое дело, поэтому я нервничаю только в пробках. На самом деле, это единственное место. Ну да, особенно когда на пароходе добираешься до второго. Какой фильм собственным участием ты бы назвал визитной карточкой? Курьер из Рая, конечно. Да, конечно. Какую музыку ты сейчас слушаешь, кроме певца Гоши Куценко? Я Мьюз. Новый альбомчик, я люблю. Это хорошо. Мьюз, да, это неплохо. Последний взрыв возмущения у Гоши Куценко случился по поводу... Поворота на Ленинградку сегодня у вас здесь с третьего кольца. Прямо там с Масфильмовской как раз. Если долго не можешь заснуть, что делаешь? Завязываю бухать. Следующий вопрос. Если утром не можешь проснуться, что ты предпринимаешь? То же самое, видимо. Если же проснуться... Ну, если не могу проснуться, тогда я сплю, ты знаешь. Это моя самая ценность. Браво. Если реально, для меня это самая святая территория сон. Тогда уйди. Уйди, я сплю. Уйди, уйди. Я просто хотел сказать, вы понимаете, какой сейчас подвиг совершил Гоша Куценко, да? Да он спит на самом деле. Ты думаешь, что он проснулся? Его подняли, а разбудить забыли, да? Продолжим разговор, Тирас Баркетович. Гоша Куценко по-прежнему у нас в гостях. Он же майор Егор Глазунов из Рая. Курьер из Рая. С таким вздохом сейчас, Гоша, опять в очередной раз как-то отнесся к своему псевдониму в этом фильме. Майор Глазунов, нет, майор Яичница мы имеме называли. Глазуня, нет. Майор Глазунов, кстати, я с гордостью пронес это имя. Такого майора у меня было в моей биографии. Это заслуженный майор России. Ну да, 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 теперь мы разные. Он такой, да, я люблю этого майора. Он веселый, он с одной стороны в жанре, в детективе, но это все-таки комедия. И мне нравится, что нам удалось сделать ее картину, основанную на реальных событиях. Но такими нереальными комедийными мазками. А у тебя друзья в органах есть? В каких, смотря в каких органах? В внутренних. В тех самых? В половых органах. Послушай, я так не люблю... Ну, конечно, есть, но как? Нет, даже никакой провокации в этом вопросе нет. Просто никто еще из них не видел этого фильма. И они оценок никаких еще не выставляли. Я думаю, оценки будут хорошие. Хоррор. Нет, даже отличные оценки будут. Нет, там, послушай, там все честно. У меня в органах все честные. Друзья, по-моему, кино понравится. А ты брал с кого-нибудь пример? Может быть, какие-нибудь фишки известных, так сказать, своих друзей? Нет, ну, конечно, ты чего? Как делал милицейский. Особенно антикиллер. Я прямо... Времена-то тревожные были. 98-й год, 99-й. Я прямо дружил тогда. Были еще подразделения, которые сейчас расформировали. Я даже два раза заездил на задание. Я так присматривался, но есть... Да нет, мы и писали, сколько про милицию, и про спецназы. Я дружу со многими, в общем-то, спецподразделениями и кино, и вообще почет и уважение. Слушай, ну вот ты позволил себе сравнить Михаила Хабародова. Мое первое кино было, человек из команды «Альфа». Мое первое кино в жизни, мы играли «Альфовцев» и первую историю «Захват». Так что это еще до грузинской войны первой с Абханами. Вот прямо там в Гаграх мы снимали, там, где через два месяца началась война. И тем не менее, фильм «Человек израиля» — это комедия. Курьер израиля. Курьер израиля, да. Кстати, это сатирическая комедия. Я бы так и назвал. Это сатирическая комедия. Но ты посмотри, дашь себе в оценке, сказать, что Хлебородов, у нас теперь такие... И этот фильм Хлебородовы — это такая комедия практически про братьев Коинов. У нас свой Коин появился в России. Да, вы знаете, Аниша всегда был... Всегда был Коином. Это его первая фамилия. Серьезно, Коин Хлебородов. Коин Хлебородов. Да, нет, так и есть он всегда был. Вы знаете, с одной стороны... Ну да, наверное, Коины об этом же снимают. О реальной жизни, но они смотрят так по-братски, по-коиновски на это все. Он... Да, это я, кстати, придумал. Это я их назвал. Откуда у вас эта информация? Коины, Коины. Да, да. Я слышала эту фразу. Я рядом была, просто вы меня не заметили, когда вы ее произносили, Боже. Мы совсем забыли Лизу Боярскую, кстати, упомянуть в этом фильме. Лиза, фея, она фея в этой картине, она прекрасна. Она фея. И, вы знаете, начинается картина с того, что мой герой говорит, как можно было полюбить такого... О теме, да, о главном герое. Потому что посмотрите на него и посмотрите на нее. И картина разворачивается таким образом, что в конце она приходит к нему. И, черт возьми, ты начинаешь верить, что не только деньги рулят в этой жизни. И, вы знаете, такая радость на душе от этого, вы себе не можете представить. В конце картины зал так радовался этому, черт возьми, серьезно, что талантливый и честный парень. И он завоевал право на ее улыбку и на ее признание в любви. Так что, я открыл идиот весь сюжет. Да ладно, я не верю. Ради этого, собственно, и пришел Гоша Куценко, друзья. Был у нас в гостях весь этот час. И завтрашнего дня мы с удовольствием будем смотреть «Курьер из рая» во всех кинотеатрах столицы. Для страны тоже чего, не только столицы.